Всем привет! Меня зовут Настя, и в этом видео я хочу рассказать вам о некоторых прочитанных за последнее время книгах. Начну я свой рассказ с книг французской писательницы, сценариста и режиссёра Маргарии Дюрас, которая жила в 20 веке и чьё творчество, чьи работы невероятно известны и популярны. Во Франции некоторые из её книг и сценариев стали лауреатами различных литературных премий. Также, например, её сценарий «Хиросима. Любовь моя» был экранизирован, был снят одноимённый фильм, и в 1961 году этот сценарий был номинирован на премию «Оскар». Гангоровскую премию она получила за свой роман «Любовник», и, насколько я помню, эта книга была тоже экранизирована, и является этот роман одним из самых популярных у Маргарит Дюрас. Но при всём при этом, при том, что её книги изучены вдоль и поперёк, жизнь этой писательницы изучена вдоль и поперёк, написано множество биографий, написано множество исследовательских, научных работ, диссертаций. Несмотря на то, что во Франции регулярно проводятся выставки, фестивали, посвящённые её творчеству, несмотря в том числе на то, что есть премия её имени во Франции, как я поняла, в области кино, то ли театра, тем не менее у нас она практически неизвестна. И так же, как написано в предисловии к одной из книг, которую я прочитала, читатели у нас зачастую неверно понимают её творчество, потому что те произведения, которые переводились на русский язык, они переводились довольно-таки бессистемным образом, то есть что-то из раннего периода творчества, что-то из позднего. Конечно же, был переведён роман «Любовник», который получил Гонкуровскую премию, были также переведены какие-то пьесы, которые она написала. Но в целом, как бы вот общего представления, да, как я поняла, читатель у нас получить о её творчестве не может. И я вот, прочитав два её произведения, один из которых относится к её раннему творчеству, второй уже, ну я не могу сказать, к более позднему, потому что к более позднему относятся её произведения, написанные уже в 80-х годах прошлого века, ну скажем так, к какому-то такому вот серединному периоду. Так вот, в результате, да, по прочтению двух этих книг, я могу сказать, что мне по-прежнему непонятно, почему её творчество так известно и популярно во Франции. То есть я не могу понять, чем именно восторгаются исследователи и литературоведы. Возможно, конечно, что дело в переводе, да, ну то есть перевод, он, конечно же, тоже имеет большое значение. Возможно, это связано с тем, что у меня, по сути, нет вообще никаких знаний о жизни Маргарит Дюрас, потому что, например, на той же Википедии написано очень-очень мало, то есть там прям совсем краткая её биография представлена. А с учётом того, что Маргарит Дюрас очень часто изображала своих друзей и знакомых в своих произведениях, то подобные знания бы однозначно не помешали. Так же, как и многие другие о её жизни, потому что тот же роман «Любовник», к слову, он отчасти автобиографический. В общем, вот я могу сказать так, что без каких-то определённых знаний в жизни Маргарит Дюрас о её творчестве, каких-то вот особенностях её творчества, очень сложно понять, чем вообще нужно восторгаться в этом самом её творчестве. Какое, я не знаю, возможно, оно имело значение для литературы Франции в 20 веке и в целом. В общем, очень много вопросов, на которые в данный момент ответов у меня совершенно нет. Но, тем не менее, несмотря на то, что одна из книг мне не особо понравилась, я поставила ей нейтральную оценку 3 балла из 5, вторая понравилась больше, я нахожусь в данный момент вне понимания того, что это за автор. То есть я не могу понять, о чём она именно писала, что именно она хотела сказать своими произведениями, что она в них хотела выразить, какие свои эмоции, мысли, размышления она хотела передать читателю. В общем, всё вот для меня в данный момент покрыто мраком. Ну, наверное, даже лучше сказать не мраком, а каким-то туманом. То есть какие-то очертания видно, каких-то мыслей, размышлений, чего-то интересного, чего-то глубокого. Но это всего лишь очертания. То есть в целом картину я не вижу. И это подстёгивает мой интерес к её творчеству. И если когда-нибудь что-нибудь переиздадут из её произведений или переведут впервые и издадут, то я куплю и прочитаю, чтобы определиться, вообще мой это автор или не мой. Потому что сейчас я этого не понимаю. И мне кажется, что я уже немножечко вперёд забежала, уже подвожу итоги, касающиеся моего отношения к творчеству Маргарии Дюрас. Но ещё до сих пор не рассказала вам о самих прочитанных книгах. Так что исправляюсь и начинаю вам рассказывать о своих впечатлениях от прочитанных произведений этой писательницы. Итак, в первую очередь я прочитала её роман, который называется «Лошадки Торквини». Он вышел в издательстве Libra в 2022 году. И это произведение относится к раннему творчеству Маргарии Дюрас. «Лошадки Торквини» впервые были опубликованы в 1953 году. И это очень странная книга. Я оценила её нейтрально на 3 балла. Из пяти, потому что я не поняла вообще вот совершенно, что хотела этой книгой сказать автор, что она хотела здесь выразить. При этом в этой книге есть много тем для размышлений. Явно есть просто невероятное количество отсылок, намёков, но они мне остались непонятны. Сюжет в этой книге такой. Компания друзей приезжает в отпуск на остров Сицилия, где стоит невероятная жара, страшная духота. Дождей нет, ветра нет. И все люди изнывают просто-напросто в этой погоде. При этом также есть упоминание о том, что в тот момент, когда они приехали туда в отпуск, по всей Европе стояла страшная жара. И именно поэтому не имеет какого-то особого смысла резко вот срываться с места, ехать куда-то в другое место, чтобы там провести отпуск, в надежде найти лучший климат везде. Жарко. И такие вот цифры, такие температуры упоминаются в тексте. В Париже 43, в Модене 46, в Берлине тоже 43 градуса тепла. Соответственно, герои, персонажи этой книги, они изнемогают от этого пекла. Невозможно вообще ничего делать. Ночью тоже жарко, отдохнуть невозможно. И единственный из всей этой компании, который не страдает, это мужчина по имени Людим. Именно он-то всех и позвал поехать в отпуск именно на остров Сицилия. Но ему жара нипочём. Его всё устраивает, ему нравится такая погода. Он не очень сильно страдает от такого пекла. Он приехал на отдых вместе со своей женой Джиной, и они постоянно цапаются, постоянно ссорятся. Джина постоянно к нему придирается по каким-то мелочам, постоянно что-то выискивает в его слова. И если ей что-то не нравится, какая-то фраза, какие-то определённые предложения, она сразу же до них докапывается, начинает кричать, вспыхивает бурная ссора. Но при этом, несмотря на то, что она вроде как зачастую первая начинает ссору, тем не менее Джина уверена, что не она первая её начинает, что виноват во всём как раз-таки её муж людей, что именно это он первым начинает ссору. Вместе с ними на отдых приехали в это место семейная пара Сара и Жак со своим четырёхлетним ребёнком. И Сара постоянно, неотступно думает о том, что такой климат, такая жара совершенно не подходит для ребёнка. И она также постоянно думает о том, что в следующий раз они поедут в отпуск в другое место, где будет намного более прохладно. И ещё один человек в их компании – это Диана, одинокая женщина, по крайней мере, она приехала одна в отпуск, у неё нет ни мужа, ни детей, и она откровенно скучает, ей скучно и всё, надоело. Отпуск их проходит в унылом однообразии до тех пор, пока в их деревне, где они арендуют домики, небольшие виллы, не появляется новенький мужчина, который приехал откуда-то на катере и который бросает неоднозначный взгляд на Сару. Это никакой не спойлер, об этом чёрным по белому написано прямо уже в самом начале романа, так что читатель сразу понимает, что там к чему и, в принципе, в какую сторону дальше сюжет пойдёт. В этом плане здесь всё довольно-таки предсказуемо. Но не только это событие приезд нового человека, будоражит, скажем так, воображение всей этой компании, также будоражит их нервы. Недавно произошедшая трагедия. В горах на мине, оставшейся после Второй мировой войны, подорвался сапёр молодой юноша. Его родители приехали на место гибели и не хотят подписывать какие-то документы. Я, честно говоря, вот по прочтению книги так и не поняла, что это были за документы. И вроде бы как они были все связаны с захоронением и вот с самим этим трагическим происшествием. Но в общем, к этому событию, к тому, что родители этого юноши не хотят подписывать документы, что они не хотят никуда уезжать с места его гибели. Все, кто вот находится в этой деревеньке на побережье, относятся совершенно по-разному. И явно Маргарит Дюрас этот эпизод, эту сюжетную линию поместила в сюжет неспроста. Но я не поняла, что она хотела сказать этим событиям. Так же, как и не поняла много чего ещё в этой книге. Главным образом потому, что в предисловии указано, что в этом романе Лошадки Тарквини под всеми главными персонажами вот в этой вот компании друзей выведены друзья и знакомые самой писательницы. А в лице Сары многие видят саму Маргарит Дюрас. То есть отчасти это автобиографическое произведение. И в данном случае без знания того, какие взаимоотношения были у Маргарит Дюрас с её друзьями, что за люди были эти её друзья, довольно, кстати говоря, тоже известные люди во Франции, непонятно, что она хотела всем этим сказать. То есть что она хотела показать вот всем описанным. И если как бы вот отбросить вот эту вот автобиографичность в попытке понять это произведение, то в сухом остатке остаётся малопримечательная мелодраматическая история, написанная, как указано переводчиком в предисловии, немного тяжеловесным языком, с огромным, просто огромным количеством диалогов, в большинстве которых ничего толком не обсуждается, то есть это разговоры ни о чём, которые невероятно утомительно читать. И в результате это скучное произведение, на мой взгляд. То есть мне скучно и неинтересно было читать эту книгу. Сюда ещё нужно добавить, что все персонажи, на удивление, невероятно безликие. То есть вот если не знать о том, что это друзья, писательницы, о том, кто эти люди, то всё, как бы вот это просто некие химеры такие в этом произведении. Потому что мало того, что неизвестно, сколько всем им лет, ну кроме ребёнка Сары и Жака, явно указано, что ему 4 года, взрослым людям непонятно, сколько лет, а также даже неизвестно, как они выглядят. Понимаете? То есть их невозможно представить. То есть неизвестно никакого они телосложения, никакого цвета у них глаза, волосы, никак они одеваются, никак они жестикулируют, ничего. Вот вообще ничего. И мне кажется, что отчасти именно это-то и помешало мне как-либо отнестись вообще к персонажам. То есть испытать к ним, к их судьбам, к их поступкам, к их мнениям что-либо, какие-либо эмоции и чувства. Потому что вот персонажи все безликие, и всё, я осталась к ним совершенно равнодушна. И главным образом, да, именно поэтому я и поставила нейтральную оценку этой книги, потому что ни эмоций каких-то я не испытала. И также эта книга оставила меня в недоумении, зачем что-то было сказано, зачем то или иное было показано. Причём вообще здесь вот эта вот трагедия в горах, повторюсь, да, вот что хотела этим сказать автор, мне вообще непонятно. Кстати говоря, чуть не забыла сказать, вот хорошо, что есть у меня мои записи, подсмотрела в них. Мне также осталось непонятным название этой книги, лошадки Тарквинии. Упоминаются они в такой сцене. Муж Сары, Жак, хочет уехать из этого жаркого места, хочет сменить обстановку и не только. В общем, надоело ему там всё. И он предлагает проехаться по другим регионам Италии, посетить некоторые достопримечательности, и в частности увидеть лошадок Тарквинии. И вообще про них я нашла такую информацию, что лошади Тарквинии — это фрагмент колоннады, которая поддерживала фронтон храма древнего этрусского города Тарквиния. И вот что мне эта информация, да вот как читателю, могла сказать? Что автор отсылает меня к цивилизации этруска в культуре, может быть, к древнеримской цивилизации, может быть, к каким-то мифам, в частности, древнегреческим, потому что там тоже фигурируют лошади, не только в древнегреческих мифах, но также и в разных других мифах древних. Вообще, что означает это название? Что она хотела им сказать? Потому что вот это вот упоминание посещения других городов, чтобы посмотреть достопримечательности, это всего лишь несколько фраз в книге. Какое оно имеет отношение в целом к роману? Мне осталось непонятным. Так что вот да, полное непонимание у меня практически вызвала эта книга. Единственное, что я здесь поняла, это любовную линию, тему измены, тему любовников. Здесь, на самом деле, в этой книге автор сосредоточилась именно на этой теме. Именно поэтому я чуть раньше и сказала, что если отбросить какие-то знания о жизни Маргарин Дюрас, то в сухом остатке остаётся мелодрама. Самая настоящая мелодрама. Это один из самых нелюбимых мной жанров. Не люблю его ни в книгах, ни в кино. Хотя вот фильмы иногда смотрю сняты в этом жанре, но это бывает очень редко. Но книги прям вот совсем не люблю в этом жанре читать. В общем, да, как-то вот не понравилась мне эта книга. Но скорее даже не то, чтобы не понравилась, а вот именно я осталась к ней равнодушна. Ни темы, ни размышления, вот ничего у меня отклика не вызвало. Ни персонажей, ни их споры, ни их разговоры. Вот вообще совершенно ничего. Но, тем не менее, всё равно после того, как я дочитала эту книгу, у меня остался интерес к творчеству Маргарин Дюрас, потому что я совершенно вот на тот момент не понимала, что так ценят в её творчестве, что так заинтересовало исследователей в её книгах, что они изучили все её произведения вдоль и поперёк, что пишутся научные работы, диссертации и так далее. Именно поэтому, когда я дочитала эту книгу, я полезла в интернет искать, есть ли в продаже какие-либо другие произведения Маргарин Дюрас. Перед этим я, конечно же, ещё заглянула на Лайфлип, обнаружила, что все её книги, которые были до этого переведены, вот это получается одно из последних изданий 2022 года. Так вот, все предыдущие, они были изданы в основном в начале 2000-х годов, но, тем не менее, всё равно я полезла в интернет искать хоть что-нибудь, потому что думала, ну мало ли, может быть, букинистика какая-нибудь в хорошем состоянии продаётся, и увидела, что один из магазинов продаёт несколько экземпляров романа вице-консул Маргарин Дюрас. Не было указано, что это букинистическая книга, была пометка, что это печатная книга, то есть, по идее, книга должна была быть новой. Стоила книга дёшево за 270 с чем-то, что ли, рублей. Я её приобрела где-нибудь радужком цену подпишу, вдруг кому-то будет интересна эта информация. В общем, я заказала книгу, и, честно вам скажу, что я не рассчитывала, что у меня придёт книга в хорошем состоянии. То есть, я была готова к тому, что придёт какой-либо брак, что с книгой что-то будет не так. Но пришёл не брак, пришла действительно новая книга, то есть, абсолютно новое издание. Я уверена, что до меня никто эту книгу не открывал, потому что вот корешок, да, обложка, она вот просто-напросто еле открывалась, то есть, явно книгу никто не листал. И я так понимаю, что просто у этого продавца остались, видимо, какие-то складские остатки с 2011 года. Кстати говоря, потому что эта книга вышла именно тогда, больше 10 лет назад. Удивительно, конечно, что до сих пор что-то ещё есть в продаже. Давайте я сейчас посмотрю, какой был тираж у этой книги. 3000 экземпляров. Ну, довольно-таки долго тираж, получается, распродаётся. В общем, да, получила я в свои руки совершенно новое издание, чему, конечно же, была очень рада. Серия эта называется «Французская линия», и издательство называется «Фрифлай». И как я поняла из информации, опять же, в конце книги, это была, судя по всему, какая-то часть издательства «Городец». И, по-моему, вот этого небольшого издательства уже не существует на данный момент. Ну, точнее, оно не функционирует и не издаёт никакие книги уже на протяжении многих-многих лет. Кажется, сейчас такие вот подразделения более крупных издательств называют импринтами. Ну, в общем, не будем гадать, что это было за издательство, кому оно там принадлежало. Давайте я лучше расскажу вам о самой книге. Так как «Лошадки Тарквини» мне не очень понравились, не очень понравился тот роман, то, собственно, от вице-консула я ничего такого особого не ожидала. То есть я на самом деле рассчитывала на то, что этой книге я тоже поставлю нейтральную оценку, тем более на «Лайфлип» довольно невысокая. Опять же, оценка у этой книги 3,2 балла, насколько я помню, из 5. В общем, да, ничего я не ожидала от этой книги, а она внезапно мне понравилась. Не на 100%, я ей поставила 4 балла из 5, но тем не менее, эта книга понравилась мне намного больше, чем «Лошадки Тарквини». О чём же эта книга? Всё действие романа разворачивается в Калькутте в начале 20 века. К сожалению, в книге нет прямых упоминаний, упоминаний, времени, но по некоторым деталям я смогла определить, что это именно этот временной промежуток и никакой другой. Правда, вот непонятно, до Первой мировой войны происходит действие или после, но в любом случае это точная первая половина, скорее всего, самая-самая начала 20 века. В первую очередь на это указывает то, что речь явно ведётся о колониальном времени, о французском Индокитае, а во вторую очередь есть упоминание автомобиля «Чёрная ланчия». Ланчия — это вообще итальянская автомобиль и строительная компания, основанная в 1906 году. Соответственно, автомобиль этот никак не мог появиться, например, в конце 19 века, то есть явно повествование относится к началу 20-го. Но больше никаких деталей в книге нет, и больше ничего сказать нельзя. Главные герои этой книги — это богатые, солидные такие, обеспеченные люди. В частности, это посол Франции в Калькутте и его жена, первый секретарь этого посольства, вице-консул Франции из Лахора, другие люди, которые работают в посольстве, также есть друзья посла и его жены. Упоминаются в том числе туристы-англичане, тоже явно состоятельные люди, потому что у них есть деньги на то, чтобы плавать в круизе, на то, чтобы сойти, значит, с корабля на берег и остановиться в самом шикарном и роскошном отеле, который есть в Калькутте. В общем, главные герои этой книги — это люди далеко не бедные. И в сюжете этой книги, этого романа, вице-консул, есть три сюжетные линии. Первая линия связана с неким ужасным событием, с неким ужасным поступком, который совершил вице-консул Франции из Лахора, которого немедленно отозвали оттуда. Он приехал в Калькутту и ждет решения посла Франции в Калькутте. То есть, какой его судьба будет дальше? Отправят ли его в отставку, то есть уволят ли его или назначат в какое-то другое место или оставят его в посольстве в Калькутте, чтобы заниматься какой-то мелкой административной работой. То есть, соответственно, понизят его в ранге, в чине, скажем так, и вообще вполне возможно, что его карьера после этого поступка окажется перечеркнутой. Вторая линия, которая есть в этой книге, она связана со страдающей непонятно от чего женой посла. Она от чего-то страдает. То ли от скуки, то ли от жары в Калькутте, то ли от одиночества, то ли от каких-то событий, которые когда-то произошли в ее жизни, о которых она до сих пор помнит, которые она никак не может забыть, пережить, прожить внутри себя. В общем, ничего точно не известно, ничего не понятно, но в любом случае она страдает и ищет утешение в объятиях других мужчин, что совершенно не скрывается и о чем ее муж-посол прекрасно знает. И третья линия, она следующая. Один из друзей посла Франции, в Калькутте, молодой мужчина, пишет роман, вдохновившись, если можно так выразиться, видом безумной молодой женщины, попрошайки, которая явно не в себе, которая постоянно говорит только одно единственное слово, поет только одну единственную песню, которая спит вместе с прокаженными на берегу Ганга и которая ничем вообще не интересуется, кроме еды. И она знает в Калькутте все места, где можно добыть еду, и в основном она вот постоянно находится поблизости, рядом с домами, резиденциями, виллами богатых иностранцев, потому что она знает, что именно там выбрасывается с кухни много объедков, много всякой разной еды, на которую можно, соответственно, наброситься и сразу же съесть. И да, этот вот молодой мужчина, писатель, он придумывает судьбу этой молодой женщины, он придумывает то, что с ней могло случиться до того, как она оказалась в Калькутте. И мне кажется, что вот эта вот линия в романе, она в первую очередь, скорее всего, содержит автобиографические элементы, потому что Маргарет Дюрас, она родилась и выросла во французском Индокитае, в Сайгоне, она жила там до 17 лет, затем вернулась обратно во Францию, и, как я поняла, уже Францию после этого не покидала надолго, по крайней мере. И, соответственно, вполне возможно, что в описании к Калькутте в какие-то догадки, связанные с тем, что произошло с Вицаконсоном в Лахоре, положены реальные воспоминания писательницы о жизни в тех местах, о жизни в колониях. Я не утверждаю это, вполне возможно, что это не так, но, скорее всего, это именно так, потому что всё настолько живо написано, что мне кажется, что если бы писательница этого всего сама бы не видела, она не смогла бы так написать, но, опять же, повторюсь, я могу ошибаться. Это всего лишь мои предположения. И ещё одна моя идея, ещё одно моё предположение, оно связано с тем, что вполне возможно, что вот этот вот придуманный рассказ о том, какой была судьба этой безумной молодой женщины, он помещен в этот роман за тем, чтобы показать огромный контраст между жизнью иностранцев и жизнью местного населения, и показать огромную пропасть, которая была между этими слоями, скажем так, общества, между богатыми людьми, очень богатыми, состоятельными и невероятно бедными, живущими в нищете. Вот читаешь эту книгу и видишь сначала болота, реки, леса, видишь маленькие деревушки со своими нравами и обычаями, затем видишь грязь, видишь болезни, видишь страшную нищету, видишь страшный голод, а затем всего вот в нескольких шагах от этого видишь сытую, обеспеченную, роскошную, комфортную жизнь, где вдоволь еды, питья, где женщины и мужчины изысканно одеты, где они ни в чём не нуждаются, где они приятно проводят время в хорошо вентилируемых, чистых, уютных, ярко освещенных, комфортных помещениях. И вот это просто невообразимый контраст. То есть это как бы и так, да? Понятно, что между двумя этими областями есть огромный контраст, но в этой книге всё так живо написано, как я уже сказала немножко ранее, что этот контраст, он просто вот, не знаю, бьёт в глаза ярким светом, и о нём невозможно забыть. То есть вот когда читаешь о жизни, о светском приёме, который устроил посол Франции в Калькутте, его жена, то ни на секунду, по крайней мере, я не могла забыть о том, что вот рядом с этой резиденцией, рядом с этой виллой, буквально в нескольких метрах спят прокажённые люди, больные люди, и вот эта вот безумная женщина-попрошайка не могла забыть о том, что, как пишет автор в этой книге, это лишь первый периметр, который можно наблюдать в Калькутте, а на последнем периметре там трупы людей, которые умерли от голода. И вот именно потому, что в этом романе «Вице-консул» есть вот такая вот остро-социальная тема, именно такое вот живое описание исторических событий и живое описание вот этой вот пропасти между этими людьми, вот именно это-то меня и заинтересовало в этом романе, потому что благодаря этому контрасту на протяжении всего чтения я держалась невероятное напряжение, ну, по крайней мере, для меня вот психологическое напряжение, да. И да, именно поэтому я этой книге 4 балла из 5 и поставила, потому что все остальные линии, которые есть в этой книге, они меня не заинтересовали, в частности, меня, опять же, совершенно не заинтересовала линия, связанная с изменами и любовниками. Это как раз-таки вот линия жены-посла, которая страдает непонятно от чего, не знаю. Ну, эта тема вот, на мой взгляд, какая-то скучная. И хорошо, что в этой книге было еще что-то, кроме нее, и что-то вот настолько психологически тяжелое, потому что иначе, боюсь, эту книгу было бы тоже скучно и неинтересно читать, но так нет, вышло совершенно иначе. Ну и также нужно сказать, что в целом этот роман, на мой взгляд, намного лучше написан, чем «Лошадки Торквини», хотя время их написания не так уж и разнится. Роман «Вице-консул» был впервые опубликован в 1965 году, то есть через 12 лет, после «Лошадок Торквини», но тем не менее, здесь вот картинка, она цельная. То есть вот в «Лошадках Торквини» там для меня вот не смогли все вот эти разговоры, все сюжетные линии, все размышления сложиться в единую такую вот картину. Здесь же все сложилось, и да, как написана эта книга, мне понравилось намного больше. И что еще я хочу сказать по поводу этого романа «Вице-консул», так это то, что в нем есть несколько тем, которые также есть и в «Лошадках Торквини». Одну из этих тем я уже чуть ранее назвала. Это тема «Измены и наличие любовников». Вторая тема – это жара, невыносимая духота, пекло, снова Маргарет Дюрас, очень живо все это описывает. Она описывает то, что люди вот по сути вообще ничего не могут толком делать. При такой жаре они толком и думать не могут, то есть голова не варит, и ночью отдохнуть невозможно, потому что тоже очень жарко. Но здесь, правда, это вот все выглядит как-то более логичным. И вот эта вот атмосфера жары и духоты, она как-то еще больше подчеркивает основное повествование, которое здесь есть в этом романе. Что я еще хотела сказать об этой книге? А, еще то, какая еще третья тема здесь пересекается с темами, которые есть в «Лошадках Торквинии». Так, это тема алкоголя. В обоих этих романах главные герои очень, вот прям очень много пьют алкоголя. И я не знаю, почему так. То есть мне это непонятно. И, ну вот, да, персонаж вот Маргарет Дюрас, по крайней мере, вот на данный момент, они вот именно такие. То есть они как-то вот практически в бездействии проводят все свое время, и будни, и выходные. Они пьют алкоголь и утром, днем, и вечером. Многие сильно напиваются. В этом состоянии тоже совершают какие-то странные, нелепые, непонятные поступки. Вполне возможно, что именно для этого все это было написано, да, чтобы вот героев показать вот в каком-то таком вот непонятном, да, скажем так, состоянии, не знаю. Ну, в общем, вот эти вот три темы, они одинаковые в двух этих книгах. Так, и что еще нужно сказать? Так это о том, что впечатление от этого романа мне даже не испортил открытый финал. В «Лошадках Тарквинии» тоже открытый финал, но вот здесь вот как-то опять же более понятно, что вообще произошло, что происходит и что будет дальше происходить. Хотя я хочу заметить, что ничего явно ни в одной из книг не говорится. То есть все очень зыбко, все очень туманно. Вот правда, видны только вот очертания в тумане, но ничего вот ясно, толком не сказано, и ничего толком не понятно. В особенности вот это, что касается романа «Лошадки Тарквинии», о чем я уже опять же говорила ранее. Подытоживая свой и так уже длинный рассказ о книгах Маргарии Дюрас, хочу сказать, что меня по-прежнему интересует ее творчество и мне по-прежнему хочется продолжать свое знакомство с ним. Только теперь мне хочется прочитать что-то из ее более поздних произведений, которые вот были написаны в 70-х, 80-х годах прошлого века, потому что, как я поняла, именно тогда ею были написаны жемчужины. Вот. Не факт, конечно, что мне понравятся эти произведения, но, по крайней мере, попытаться их прочитать стоит, чтобы составить свое собственное о них мнение и также понять, наконец-то, мой это автор или не мой, нравится мне ее творчество или нет. потому что в данный момент я не могу сказать ничего определенного, то есть у меня очень смешанные впечатления о творчестве Маргарит Дюрас, я не знаю, как к нему относиться. Единственное, на что я надеюсь, что у Маргарит Дюрас не во всех книгах есть описание жары, измен, любовников и алкоголя, потому что если у нее во всех книгах встречаются эти темы, то, ну, это будет скучно, я думаю, я думаю, что это будет неинтересно читать совершенно. Я надеюсь, что в других своих книгах она размышляла на какие-то другие темы, писала о чем-то другом, хотя, как я поняла, на тему измен любовников она писала довольно-таки много, ну, в частности, да, ее роман «Любовник», о котором я уже ранее говорила, получил Ганкуровскую премию. В общем, наверное, этой темы не избежать, но я надеюсь, что хотя бы других тем не будет в других книгах, будут какие-то другие. Ну, ладно, пора уже закругляться с этими книгами. Если вы читали когда-либо что-либо о Маргарите Дюрас, то, пожалуйста, пишите, понравились ее вам книги или нет, что вы вообще думаете о ее творчестве. Ну, а я перехожу к следующим прочитанным мной книгам. Все эти оставшиеся три книги, о которых я хочу изданным в издательстве Полиандрия. Я вам совсем недавно показывала их видео с последними книжными покупками 2023 года. Купила я их во время акции «Черная пятница» в издательстве Полиандрия и говорила, что именно вот две или три из этих купленных книг я хочу в ближайшее время прочитать, то есть не хочу откладывать их в чтение надолго. В результате я прочитала три вот книги, которые я хотела в ближайшее время прочитать, и у меня остались очень неоднозначные о них, обо всех впечатлениях. Сейчас обо всем вам по порядку расскажу. В первую очередь я хочу рассказать вам о романе современной канадской писательницы Мира Иганне, который называется «Американский беляк», который стал лауреатом, финалистом, а также номинантом многих литературных премий в разных странах. Анотация у этой книги очень интригующая. Здесь написано, что это дерзкий оригинальный метафорический роман о поисках совершенства и смысла в мире, одержимым работой и высокой производительностью труда, где в результате безудержной гонки люди рискуют потерять себя. И это в книге есть. Но дело в том, что это, на мой взгляд, вообще не самое главное в этом романе. По той причине, что это среднее звено цепи, которое находится между истинной причиной всех проблем героини и финалом этой книги. Это на самом деле вообще очень странная книга, у меня странные впечатления от неё. По той причине, что в этой книге есть все кусочки картины, то есть вот абсолютно все, которые, по идее, должны были в конце сложиться в единую цельную картину, да. Но дело в том, что писательница так составила связи между этими кусочками, что результат вызвал у меня какой-то дискомфорт, не знаю, в голове, в чувствах, в эмоциях, вообще во всём. И каждый раз, когда я начинаю думать об этой книге и о том, как всё в ней взаимосвязано, у меня начинает болеть голова. Не в прямом смысле, конечно же, в переносном, но вот правда. Я испытываю какой-то дискомфорт. то есть мне неприятно, скажем так, думать об этой книге. Она выносит мне мозг. Ну вот правда, я не знаю даже, как выразить вам своё отношение к ней, но когда я думаю об этой книге, у меня в голове бьётся мысль, что-то здесь не так. Что-то не так именно с логикой, связями внутри этой книги. Хотя на первый взгляд кажется, что всё очень просто, всё очень понятно, всё связано правильно, всё связано логически правильно, что всё вытекает одно из другого. Но вот что-то не так. Я не могу толком объяснить, что. Единственное какое-то объяснение, которое я для себя нашла, заключается в том, что вот это звено по центру цепи, которое связано с одержимостью работы главной героини, в результате чего она теряет себя, это знаете вот как стрелка на железнодорожных путях. То есть поезд выехал из пункта А в пункт Б, как в математических задачах в школе, и он должен был грубо говоря идти постоянно, прямо-прямо никуда не сворачивая, ни на каких развилках, ни на каких перепутьях. Но где-то в центре пути есть стрелка, есть еще один путь, и внезапно поезд сворачивает туда и уходит уже совершенно в другом направлении, хотя в итоге он все равно оказывается где-то рядом с этим пунктом назначения Б. Не в этом пункте, нет, где-то рядом, но все равно такое ощущение, как будто это центральное звено в этой цепи изначального пункта в конечный оно как-то поменяло смысл и логику что ли в этой книге. То есть правда очень сложно мне это объяснить. Вот что-то не так, вот как-то что-то меняется в какой-то момент в этой книге. Я не могу сказать, что подменяется одно другим, потому что это не так, ну вот как-то неуглавимо смещается фокус что-ли читательский, как-то вот смещается упор вот на какие-то другие темы, другие размышления. И вот сложно отследить этот вот момент, когда все это меняется. Из-за этого мой мозг ломается, потому что ну вот где-где это место в книге, я не могу его найти, и все вот так как-то странно в ней происходит, хотя вот повторюсь, на первый взгляд все очень просто. И более того, не составляет вообще никакой интриги, метафора и то, что происходит с героиней, потому что самых первых же, вот прямо строк уже все ясно, потому что написано очень прямо. Вот можно даже сказать, что вот в лоб все написано, то есть никаких трактований просто других того, что происходит с главной героиней вообще быть не может. Мне кажется, что я уже как-то опять забегаю вперед, давайте все-таки немного расскажу вам о самой книге, что вообще здесь есть. В романе параллельно друг к другу идут четыре линии. Первая из них это научно-популярная информация о том, что это за животное такое, американский беляк. Во второй линии идет рассказ о периоде восстановления главной героини Дианы после некой операции. В третьей линии рассказывается о ее жизни в подростковом возрасте на острове или о грюм и дружбе с соседским парнем. И в четвертой линии показывается, что происходило в голове у главной героини за энное количество дней до операции. Собственно, как я уже сказала немножко ранее, читателю сразу же становится понятным, что именно происходит с героиней и почему это происходит с ней, как именно это произошло становится понятно уже ближе к концу, но на вопросы что и почему читатель вообще без труда может ответить вот с самого начала данного произведения. И на протяжении всего чтения я, по крайней мере, задавалась всего двумя вопросами, чем все это закончится и с чего именно все это началось. И тут вот как раз таки и начинается самое интересное, потому что ответы на эти вопросы в книге есть, но фокус смещается постепенно, неуловимо, с каждой страницы все сильнее и сильнее на одержимость Дианой своей работы, на ее зависти коллеги, которая работает больше нее, лучше нее, которая более общительна, чем она, с которой постоянно разговаривают другие их коллеги, которые постоянно ту куда-то зовут на обеды, на ужин, на какие-то вечеринки, а вот главную героиню никогда никто никуда не зовет, она уже много лет работает в одной компании и вот никто ее никуда не звал, вообще с ней особо никто не разговаривает, то есть она постоянно испытывает зависть к этой вот новой коллеге и все это вызывает у нее естественно стресс, она постоянно обо всем этом думает, но дело в том, что эта вот одержимость работой, она не возникла из ниоткуда, то есть это не было природное качество, да, скажем так, главной героини, то есть она не была изначально трудоголиком, она не была изначально таким вот человеком, одержимым какой-либо трудовой деятельностью у нее это все развелось из конкретного события, которое как раз таки произошло, когда она была подростка, и в этом-то вот событии источник всех ее проблем, но почему-то это в книге по сути игнорируется, то есть, да, об этом упоминается, то есть читатель понимает, что в этом вот корень всего, но почему-то об этом по сути не говорится, повторюсь, акцент смещен на совершенно другие вещи, и мне это непонятно, ну, по крайней мере, с логической точки зрения. В конце книги автор так вообще уходит в фольклор, в какие-то легенды, которые опять же слабо, на мой взгляд, связаны с первым звеном в этой логической цепи, и с тем, с чего все началось, и не знаю, как-то вот эти вот звенья цепи, вот то, с чего все началось, вот эта вот середина одержимости работы главной героини и финал, вот все для меня это как-то слабо, оказалось связано между собой, хотя повторюсь, на первый взгляд все эти звенья цепи, они связаны, и логика понятна, все следует одно из другого, вроде бы все правильно, но вот что-то одновременно и не так, не знаю, вот эта книга, она правда ломает мне мозг, и мне тяжело о ней думать, об этих взаимосвязях, что-то вот не так, там, ну не могу объяснить, что, и в целом вообще я получила немного не то, что ожидала, потому что я ожидала, что все-таки героиня, она вот будет именно от природы, да, скажем так, трудоголиком, то есть она будет нацелена на то, чтобы очень-очень много работать, и что в какой-то момент вот для нее это действительно превратится вот в какую-то одержимость, и что она испытает с этим огромный стресс, и что в результате вот она примет какие-то определенные решения, чтобы изменить вот бесповоротно свою жизнь, но получается, что книга на самом деле она не об этом, то есть не в этом суть, не в этой одержимости, не знаю, вот это вот изначальное просто событие, оно портит всю вот эту логическую картину, лично на мой взгляд, и да, странная эта книга, я поставила ей нейтральную оценку 3 балла из 5, и также еще хочу заметить, что эта книга, несмотря на то, что в ней поднято много проблем во всех звеньях логической цепи, тем не менее она не вызвала у меня никакого отклика, то есть ни сама героиня ее жизнь и судьба, ни события, которые с ней и с другими персонажами произошли, ни то решение, которое героиня приняла, ни то, на что она решилась, вот ничего не вызвало у меня никакого отклика, ни эмоционального, ни со стороны моего разума, то есть мне не хотелось размышлять над всеми темами, которые есть в этой книге, и вот да, еще хочу заметить, что в этом романе есть все для того, чтобы книга была сильной, цепляющей, заставляющей размышлять, но все вот подано так, и все кусочки картины связаны таким образом, что мне в итоге вообще не захотелось размышлять над этой книгой, вот ни капельки, я просто прочитала ее, сделала какие-то выводы для себя, поставила книгу обратно на полку, и все, и я на самом деле сомневаюсь, что я когда-либо буду ее перечитывать, мне одного раза вот просто за глаза хватило. Неуютная, некомфортная для меня книга, но не темами, которые в ней поднимаются, не сюжетом, а именно тем, как она написана, на мой взгляд, она странно, написана, с ней что-то не так, говорю уже в который раз, но вот правда, мне очень-очень сложно объяснить, что же именно вот мне так не понравилось в этой книге, что мне показалось в ней таким странным. Так что, если вы читали Американского Белика, то обязательно пишите в комментариях, что вы думаете об этой книге. Так, ну а мне, наверное, за кадром сейчас нужно будет переставить немножечко книги, чтобы вам лучше было видно те, о которых я именно сейчас в данный момент рассказываю. Так-то лучше, на мой взгляд, теперь мне кажется, книги лучше стоят. А я перехожу к рассказу о следующей прочитанной книге. Это горячая новинка конца 2023 года, роман французского писателя и кинорежиссера Жан-Батиста Андрея, который называется «Моя королева». Это дебютная книга автора, которая вышла в 2017 году, а за роман, который вышел в 2023 году, автор получил Ганкуровскую премию в прошлом 2023 году, и по идее эту книгу в этом году, точнее, эта книга в этом году должна выйти в издательстве Палеандрия. Летом, насколько я помню, в августе, что ли, анонс приходил мне на почту от издательства, я подписана на рассылку, и там, кажется, был указан август, но не суть важна, на самом деле, по крайней мере, планируется эта книга к выходу именно в этом 2023 году. Что же касается книги «Моя королева», то о ней просто говорили из каждого утюга, очень-очень многие эту книгу приобрели, именно поэтому мне не хотелось откладывать ее чтение в долгий ящик, и я вам хочу сразу сказать, что мне эта книга не особо понравилась, я ее оценила на 3 балла из 5, и сейчас я вам расскажу, почему так, какие у меня от этой книги впечатления. Главный герой этой книги 12-летний мальчик, который живет в захолустье вместе со своими родителями, они владеют заправочной станцией, и с первых же страниц читателю становится понятно, что с этим мальчиком что-то не так, у него ничего не получается делать, все валится из рук, он не может понять, как делать какие-то повседневные, на первый взгляд, вещи, ему родители особо ничего не доверяют делать, ему сложно что-то понять, что-то запомнить, ему тяжело учиться в школе, родители вообще говорят о нем как об умственно отсталом, то есть именно эти слова и не только встречаются в тексте книги, и родители собираются отправить его в спецшколу, но рассказчик от лица этого мальчика кстати говоря ведется повествование, он совершенно не хочет ни в какую спецшколу, он вообще в принципе не хочет уезжать из дома, где его жизнь размеренная, налаженная, где у него есть какое-то вот такое расписание дел, какой-то порядок, все для него привычно и все ему знакомо, но кроме того, что он не хочет никуда уезжать, чтобы учиться в спецшколе, его также постоянно раздражает то, что родители относятся к нему как к маленькому ребенку, а он считает себя уже взрослым человеком, и для того, чтобы доказать родителям, что они неправы, что он на самом деле не ребенок, он решает уйти из дома и отправиться на войну, о которой постоянно говорят по телевизору, действие романа кстати говоря разворачивается в 1965 году, он собирает втихаря естественно рюкзак, в который кладет одежду, обувь, еду себе на перекус, ночью он встает и крадет отцовское ружье, он знает где то лежит и уходит из дома, по дороге с ним случается паническая атака, потому что он понимает, что он забыл дома рюкзак, вернуться за ним уже совершенно невозможно, потому что он понимает, что тогда он уже не сможет уйти из дома еще раз, и во время этой панической атаки он теряет ружье отца паническая атака заканчивается, мальчик понимает, что он без рюкзака, без ружья, непонятно, что делать дальше, мальчик лишь решает закончить подъем в горы, их дом располагается около подножия гор, и мальчик думал, что если он перейдет эти горы, то он как раз таки попадет туда, куда ему нужно, в общем, он заканчивает подъем, оказывается на плато, приваливается к валуну и засыпает. Утром он просыпается и обнаруживает, что он не один, на валуне сидит девочка, немногим старше него, пристально на него смотрит, и таким образом он знакомится с Вивиан, которая вскоре объявляет себя его королевой. Рассказчик понимает, что Вивиан все придумывает, что она фантазирует, что она на самом деле никакая не королева, что она не живет в замке в огромном, что там нет перемещающихся комнат, где она живет, что она не может управлять ветром, погодой и так далее, но поддерживает эту игру девочки, эту фантазию, потому что Вивиан, она первая, кто не смотрит странно на него и кто не избегает его после начала разговора с ним, как это было всегда до этого при разговоре со взрослыми и с его одноклассниками в школе. За зарождением дружбы между рассказчиком и Вивиан было очень интересно наблюдать и первую половину книги я прочитала с большим интересом, с большим удовольствием, очень быстро эта часть книги прочиталась, но затем сюжет он начал буксовать в какой-то момент, то есть один из эпизодов, на мой взгляд, растянулся уж слишком надолго, а затем после вот этого вот затянутого эпизода резко все понеслось к финалу, прям вот очень-очень резко и то, как книга закончилась, мне вообще не понравилось, потому что с логической точки зрения не было вообще в сюжете романа никаких предпосылок, чтобы был именно такой финал, то есть автор книгу в этом плане, на мой взгляд, не доработал, не прописал множество деталей, которые бы как раз-таки логически привели именно к такому сильному, мощному финалу, то есть вот если рассматривать роман вот отдельно от концовки, то логически концовка, она должна была быть другой, намного более спокойной, и главным образом, каких деталей, я считаю, в этой книге не хватает, в первую очередь, на мой взгляд, да, опять же, это мои личные впечатления от романа, не хватает того, чтобы автор показал, как фантазия Вивиан все больше и больше развивается, как она больше, все больше чувствует власть, да, свою, такую вот в этой игре, чтобы как раз-таки вот это вот все усиливающееся ощущение собственной власти и вседозволенности привело как раз-таки в финале к тому, к чему автор вот героев привел, и также показана только лишь одна ссора между ними, и то я это ссорой как таковой назвать не могу, ну, в общем, все слишком слабо здесь для такого вот сильного и мощного финала, то есть не вытекает такой финал логически из того, что нам автор успел показать в основной части этой книги. И вторая вещь, которая опять же также логически совершенно не вяжется с финалом, которая плохо прописана именно с логической точки зрения, это то, как Вивиан относится к поступку рассказчика. Тот забирается в дом, который семья Вивиан арендует к ней в комнату, но, что самое главное, при этом он не видит ничего такого, что явно, ну, точнее, не явно, а чисто теоретически Вивиан хотела от него скрыть. Она явно что-то скрывает. В романе точно ничего по этому поводу не сказано, есть только какие-то намеки, какие-то небольшие детали, но читатель, так же, как и мальчик, рассказчик, ничего так и не поймет. Ясно и четко, что же именно с Вивиан и у нее в семье происходит. Соответственно, да, я опять же хочу еще раз подчеркнуть, что он не видит ничего такого, что могло бы раскрыть секрет Вивиан. Он просто видит вот только ее комнату, в которой, опять же, ничего вот такого нет, ничего не видно, но Вивиан на это реагирует так, как будто он вот увидел что-то вот такое, вот, нечто такое, что вот могло ее обозлить, невероятно обозлить, чтобы к ней вот в финале пришла та идея, которая пришла. В общем, повторю еще раз, нет вот чего-то такого в сюжете книги, что могло бы именно логически привести к такому вот финалу, который автор придумал. Понятное дело, почему финал именно такой, то есть, если бы здесь был бы другой финал, такой вот более спокойный, более нейтральный, то книга, ну, она не вызвала бы такого отклика, я думаю, у читателей, какой она может вызвать, но надо же было вот все же прописать для этого, нужно было лучше книгу эту написать, именно это поэтому я и поставила нейтральную оценку 3 балла из 5, потому что она не дописана, на мой взгляд, то есть, она не дописана с логической точки зрения до цельного произведения, и можно было бы, конечно, сделать скидку на то, что это дебютная книга автора, но, честно говоря, делать эту скидку мне совершенно не хочется, потому что есть множество других дебютных произведений, которые написаны, проработаны с логической точки зрения намного лучше, чем роман «Моя королева». И что еще я хочу отметить, это, кстати говоря, тоже одна из причин, по которой я поставила книге нейтральную оценку, не главное, но тем не менее, это то, что стиль в этой книге не выдержан, он скачет. Повествование, как я уже сказала, в самом начале ведется от лица 12-летнего ребенка, но фразы и предложения то простые по своему построению, то очень и очень сложные и замысловатые, и, на мой взгляд, совершенно несоответствующие мыслям и речам ребенка. Соответственно, да, стиль не выдержан, и мне кажется, что лучше бы автор писал эту историю от третьего лица. По крайней мере, все было бы в едином стиле, и смотрелось бы это намного лучше. Так что, да, опять же, это недоработка автора, и, ну, у меня просто рука не поднялась поставить этой книге оценку выше. Это недоработанное произведение, его еще нужно было дорабатывать и дорабатывать, чтобы оно было более цельным, и, честно говоря, я вот, прочитав ту книгу, не поняла, с чем связан такой большой ажиотаж вокруг нее. Она не так уж и хорошо написана, довольно сведника на самом деле написана, но, тем не менее, мне все равно хочется прочитать тот вот роман Жан-Батиста Андрея, который получил Ганкуровскую премию, и вот если он мне понравится, может быть, тогда я прочитаю и другие два, которые он написал, но не факт, вполне возможно, что я остановлюсь на вот этих вот двух произведениях. Ну, вот эта книга меня, правда, разочаровала, я ожидала от этого романа чего-то большего, и также что-то еще мне нужно было сказать, да, что вспомнила, что я еще в одном из отзывов на лайфлип об этой книге увидела такое определение этого романа, как солнечная книга. На мой взгляд, эта книга вообще не такая, то есть вообще и абсолютно, на мой взгляд, это тоскливое, мрачное повествование, в котором все персонажи очень одинокие, не только главные, но также и второстепенные, и даже какие-то третьестепенные, которые появляются эпизодически. Для меня эта книга о глубоком одиночестве, никак не солнечная, вот ничего подобного. Очень я удивилась, когда прочитала тот отзыв, у меня совершенно другое впечатление от книги. И да, вот скажу еще раз, подытожу таким образом свой рассказ о ней, книга мне не понравилась, но два балла это была бы слишком низкая оценка, а вот нейтральная она в самый раз. Мне осталось рассказать вам об еще одной книге от издательства Полиандрия, от которой на самом деле я ничего уже после прочтения вот этих вот двух не ждала, потому что эти две книги мне не очень понравились, одна из них так вообще была какой-то странной, вторая была не очень хорошо написанной, и я даже в какой-то момент подумала, что может быть вот эту вот третью книгу, которую я не хотела, чтение которой я не хотела откладывать надолго, может быть ее прочитать как-нибудь потом, когда-нибудь, попозже, но я подумала так, что если и эта книга тоже будет странной, если она тоже такое кажется, то лучше ее прочитать вот сейчас, пока я вот в таком вот каком-то непонятном настроении с неоднозначным впечатлением от прочитанных книг, вот прочитать уже ее и забыть, если она мне не понравится, но внезапно книга мне очень и очень понравилась, я поставила ей 5 баллов из 5, более того, скорее всего, эта книга войдет в список лучших книг 2024 года, это книга французской писательницы Violent Bureau и называется она как звери, вот такая вот необычного размера книга, она довольно-таки высокая, то есть она немножечко уже предыдущих и намного выше, чем другие книги из этой вот серии No Age. И да, я вот начинала читать эту книгу вообще без каких-либо ожиданий и тем сильнее были мои впечатления о ней, когда я ее дочитала. Повествование здесь построено необычным образом, мы видим воспоминания, размышления, мысли, догадки, предположения самых разных людей о семье, состоящей из матери и сына с особенностями развития, который совершил предположительно нечто ужасное. По сути, это свидетельские показания, но только вопросов к этим людям мы не видим в повествовании, видим только их ответы на некие вопросы, судя по всему, полиции и следователей. И вот эти воспоминания, мысли, размышления разных людей, они перемежаются мыслями, размышлениями фей, которые живут в гроте и наблюдают за нижним миром, то есть за миром людей. И поначалу атмосфера в книге она немножечко такая сказочная, потому что в первую очередь есть вот эти постоянные размышления и мысли феи, во-вторых, есть пересказы древние легенды об этих феях, которые живут в гроте, ну и сам пейзаж, который окружает рассказчиков, которые отвечают на некие вопросы, он тоже способствует некой такой сказочности. Всё действие разворачивается в горах, точнее лучше сказать, что все эти люди живут в горах, в небольшом поселении, леса, луга, равнины, камни, скалы, природа вокруг, птицы, животные, люди живут довольно-таки такой уединенной, спокойной жизнью, ручьи протекают, горные реки, свежий воздух там, в общем, в голове возникает немножечко, знаете, такая идиллическая картинка. Но чем дальше читаешь книгу, тем больше деталей узнаёшь, и тем сильнее реальность просачивается в эту вот идиллическую картинку, а под конец так и вообще реальность, она просто сбивает с ног, она бьёт под дых, и этой вот реальности со всей её жестокостью, со всем её насилием, со всей глупостью, которая в ней есть, она становится просто-напросто удушающей, в ней вздыхаешься, в этой вот реальности. И на этом книга заканчивается и оставляет читательный, она, по крайней мере, меня оставила в размышлениях о мире, его законах, вопросах, проблемах, о том, как люди вообще живут. Невероятное произведение, невероятно сильное. Мне очень нравится читать именно вот такие вот книги, над которыми можно думать, которые можно анализировать, которые остаются в душе, в сердце, в голове на очень-очень долгое время. Замечательная книга и замечательная написанная, в том числе необычная форма повествования. Мне кажется, я ещё ранее никогда книг подобных образом написанных не читала, но в данном случае такая форма подошла просто идеально для сюжета и для того, вот к чему автор-читателя привела. В итоге в книге затронуто много тем, некоторым уделено больше внимания, некоторым меньше, и на самом деле особо-то сейчас о них и не скажешь, потому что тогда будут спойлеры, и вам просто-напросто будет неинтересно читать эту книгу, более того, одна из тем она уже раскрывается ближе к концу книги, и это просто может испортить вам впечатление от её прочтения. В общем, поразил меня этот роман в самое сердце, небольшая книга, но насколько же цельная и насколько сильная, очень-очень мощное высказывание автора содержится в этой книге. Так что, да, я повторю то, что сказала немножко ранее, я думаю, что эта книга станет одной из лучших книг, прочитанных в 2024 году. Вот такими вот были книги, о которых я вам сегодня хотела рассказать. Повторюсь, если вы читали какие-либо из них, то, пожалуйста, пишите в комментариях, понравились вам эти книги или нет, что вы вообще о них думаете. Если вы читали какие-либо другие романы Маргарит Дюрас, то пишите об этих книгах, что вас в них зацепило, что не зацепило, что, опять же, вы думаете о творчестве этой французской писательницы. Ну, а я завершаю на сегодня свой рассказ. Всем большое спасибо за внимание. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok